В предыдущем выпуске патрульной службы мы сообщали о диком случае живодёрства в Твери. Под Крупским потепроводом группа подростков привязала собаку к железнодорожным рельсам и животное обезглавил проезжающий поезд. Распространённое по сетям видео прокомментировали сотрудники прокуратуры. В прокуратуре района по поручению прокуратуры Тверской области проводится проверка по размещению публикации в социальной сети ВКонтакте о жестоком обращении с животными с участием несовершеннолетнего лица. В рамках проверки в том числе будет дана оценка системы органов профилактики. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Причастных к живодёрству установили сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь. Участниками случившегося стали жители Твери 15 и 18 лет. Злодеи привлечены к ответственности. Одному из них назначен административный арест. За противоправное деяние его несовершеннолетнего приятеля ответят родители. Установлено, что молодые люди нашли расчленённое на две части тело собаки. Приятели положили мёртвое животное на рельсы и сняли на телефон видео, где проходящим поездом оно травмируется, а потом выложили видео в сеть. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный материал. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, обязанности по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних. В отношении 18-летнего нарушителя составлено два административных материала. По второму из них – повреждение железнодорожного пути, сооружений или устройств сигнализации или связи, либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожный пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов. Мировым судьёй Московского района Твери юноше назначен административный арест сроком на 10 суток. Кроме того, прокурор области Сергей Лежников поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. На 118-м километре автодороги России в Конаковском районе области КамАЗ наехал на остановившийся перед ним автомобиль Сузуки. Легковушка остановилась на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадал пассажир иномарки, пожилой мужчина, 39-го года рождения. Сотрудникам ГИБДД водитель КамАЗа пояснил, что не увидел впереди стоящую машину, так как от усталости именно в этот момент заснул. Субтитры создавал DimaTorzok